МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа безопасности. И я, ее ведущий, Александр Булдаков. И вот о чем пойдет речь в нашем выпуске. Полицейские раскрыли убийство жительницы Берска, которая отправилась показывать, как она считала покупателям свой автомобиль, подготовленный к продаже, и не вернулась. Количество чрезвычайных ситуаций на территории Сибири в минувшем 2018 году выросло почти на 30%. А число погибших в них увеличилось более чем в три раза. В Новосибирске прошли сборы руководителей подразделений МЧС. Эшелон, груженный 30-ю легендарными советскими танками Т-34, прибыл в Новосибирск. Мы узнали все о будущей судьбе боевых машин, стоявших на вооружении армии Лаоса. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Жительница Берска поехала показывать автомобиль покупателям, но попала в руки убийц. Полицейские раскрыли преступление. Теперь известны подробности этой жуткой истории и данные аналитики случаев посягательства на жизнь сибиряков-владельцев транспортных средств. Несколько дней хватило сотрудникам уголовного розыска областного главка совместно с бердскими и кемеровскими полицейскими, чтобы установить и задержать подозреваемых в убийстве 34-летней жительницы Бердска. Из материалов дела известно, что 11 января двое мужчин договорились о встрече с женщиной, продававшей автомобиль Peugeot 407. Сели в ее автомобиль, под предлогом провести тест-драйв выехали на трассу, где один из них сел за руль, а второй предположительно совершил преступление, то есть убийство женщины. После чего автомобиль перегнали на территорию Кемеровской области и там он был продан. О том, что женщина со встречи с покупателями домой не вернулась, полицию сообщил ее супруг. Оперативники уже знали, что делать в такой ситуации. Подобных преступлений на территории Новосибирской области на общем криминальном фоне совершается, может, и не так много, но происходят они с завидной регулярностью. Одно-два в год. В отношении частных извозчиков, в отношении водителей такси, в отношении лиц продающих автомобилей и, кстати, также реже в отношении лиц покупающих автомобилей, то есть человек может также с деньгами приехать для того, чтобы купить автомобиль и также может стать жертвой преступления. О подобных преступлениях мы уже не раз рассказывали, как и о том, что раскрываемость у них почти 100%. Но похоже, что завладение движимым имуществом насильственным способом у уголовных элементов по-прежнему в тренде. К тому же в полиции замечают неприятную тенденцию. Если раньше на убийство автовладельцев, таксистов или покупателей преступники шли только из-за крупных сумм, как правило, не меньше миллиона рублей, то теперь жизни человека могут лишить из-за куда меньшие деньги. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют при показах своего автомобиля, совершении сделок купли-продажи, передачи денег, не идти на поводу второй стороны, все действия совершать в людных местах, вами же указанных, и в присутствии своих друзей или родственников. В Новосибирске раскрыта серия разбойных нападений на букмекерские конторы. Подозреваемых задержали прямо на месте преступления. По версии следствия, руководила ими 21-летняя девушка. Об этом подробнее. В 4 часа утра 16 января четверо мужчин в масках проникли в букмекерскую контору возле Октябрьского рынка Новосибирска и, угрожая пистолетом, ножом и газовым баллончиком, забрали у администратора 2000 рублей. В машине их ждали две сообщницы, однако скрыться с места преступления злоумышленникам не удалось. Подозреваемых задержали сотрудники полиции и Росгвардии. В ходе предварительного следствия установлено, что данный эпизод не единственный. 15 декабря фигуранты совершили нападение на букмекерское заведение в Кировском районе, где завладели деньгами в сумме около 60 тысяч рублей. 10 января ими было совершено такое же нападение в Октябрьском районе. Тогда преступники похитили около 70 тысяч рублей. В ходе предварительных допросов, сообщают правоохранители, была также установлена личность руководителя задержанных. Организатором преступной группы является 21-летняя женщина, которая ранее работала в одном из таких букмекерских заведений. Теперь все фигуранты находятся под стражей. Проводится расследование, по итогам которого будет возбуждено уголовное дело о разбое. Кировский район Новосибирска и в наступившем году, похоже, пытается вырваться в лидеры антирейтинга по числу погибших в пожарах людей. Кировка и раньше числилась неблагополучной в этом отношении, и вот новая смерть в огне. На пожарище побывала наша съемочная группа. На улице Ольховска в частном секторе Кировского района довольно спокойно. Исключением стало начало дня, а именно 5 часов утра 17 января. По каким-то причинам загорелся этот полностью деревянный дом. Приехали и справились с огнем пожарные оперативно, но без пострадавших не обошлось. Сотрудниками Федеральной противопожарной службы из горящего дома была эвакуирована женщина, которая была передана бригаде скорой помощи. В ходе проведения революционных действий жизнь данной гражданки спасти не удалось. В результате данного пожара в одной из комнат были уничтожены вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Женщине было немногим за 40. Мужчина, который также проживал в этом доме, в момент возгорания был на работе, говорят соседи. Да, знаете, они никогда, чтобы вот там дрались или что, я никогда не видела. Чтобы кому-то с кем-то... Он вообще такой обходительный сам. Он и здоровается, он всегда... Я... Ну, пить он пил. Но пострадала женщина. А, ну я не знаю. Молодая, нет? Нет, в годах. Ну, какая-то я видела раз. Вот так же она выходила. Какая-то вроде бы шаталась пьяная. Ничего твоего сказать не могу. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно все это самое. Ну, в принципе, они достойные люди. Пригоден ли теперь этот дом для проживания, сказать сложно. Внутри помещения выгорело основательно. Запах пожарища теперь здесь поселился надолго. Но сам сруб устоял. О причинах официальные эксперты еще не говорят, но отрабатывают в том числе версию неосторожного обращения с огнем при курении самой погибшей. Похоже, что очаг возгорания находился недалеко от дивана. И похожих пожаров с тяжелыми последствиями в Кировке случается немало. Сложно сказать, является ли данный район пожароопасным. Но по сравнению с прошлым годом можно сделать вывод, что в Кировском районе одно из наибольших количеств погибших людей на пожарах по сравнению с другими районами города Новосибирск. Всего же в Новосибирске с начала года произошло около ста пожаров, в которых четыре человека погибли, еще пять рассчитаются пострадавшими. За первые две недели этого года в аэропорту Толмачева таможенники возбудили сразу несколько административных дел в отношении авиапассажиров. По каким-то причинам россияне и иностранцы в эти дни решили дружно, незаконно перевезти через границу панты морала, черную и красную икру, а также мясо краба. Несмотря на новогодние и рождественские каникулы, инспекторам таможенного поста аэропорта Толмачева скучать не пришлось. Только за две первые недели наступившего года в отношении авиапассажиров возбуждено 29 административных дел, в основном по статье «Недекларирование товаров». Нарушителями закона оказались не только российские граждане, которые вывозили икру, но и граждане Республики Корея, в чемодане которого были обнаружены семь фрагментов врагов оленя. Экспертиза показала, что рога являются необработанными пантами морала, и согласно законодательству, без ветеринарных документов и письменного декларирования из России их вывозить нельзя. Оказались падкими некоторые пассажиры и на море продукты, а именно на самые деликатесные из них. У этих граждан было изъято почти 3 килограмма осетровой икры, если кто подзабыл, это та самая черная, 58 килограммов икры лосося и 19 килограммов крабового мяса. В таких объемах эти товары и продукты просто так через границу перевозить нельзя. За границу разрешено вывозить до 5 килограммов рыбы и морепродуктов на одного человека, а также до 250 граммов осетровой икры и только в заводской упаковке. Вывоз сверх указанных норм без таможенного декларирования, приложение всех необходимых документов на партию товара и уплаты пошлины запрещен. Таможенники отмечают, что обычно граждане совершают такие правонарушения по беспечности и из-за отсутствия элементарных знаний таможенного законодательства. Поэтому прежде чем вылетать из страны, не лишним будет провести ликбез по этим вопросам. Глядишь, обойдется без нервотрепки и лишних расходов. Развитие комплексной безопасности и всесторонней защищенности населения и территории от любых видов рисков. Главные вопросы, которые обсуждались на сборе по подведению итогов деятельности системы предупреждения Сибири. Масштабное мероприятие прошло под руководством полпреда президента России, а участие в нем приняли руководители подразделений МЧС. На пленарном заседании побывала наша съемочная группа, которая стала свидетелем в том числе и презентации единственного своего рода отечественного мобильного приложения «Советы спасателя». Подробности далее. На территории Сибири в минувшем 2018 году по сравнению с 2017, рост количества чрезвычайных ситуаций составил 29%. Число погибших в них увеличилось в более чем в три раза и достигло 136. Во многом такая страшная статистика сложилась из-за массовой гибели людей. Поэтому на сборе шел разговор и о последствиях взрывов бытового газа в жилых домах, повлекших многочисленные жертвы. Сегодня уже поставлена задача нашему министерству вместе с жилищными инспекциями разобраться по этому направлению, дать новые подходы, новые предложения по надзору. И, конечно, пожарный надзор получит дополнительные полномочия. На это решение повлияла в том числе и трагедия в Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В то же время сотрудники МЧС только в Сибирском федеральном округе в минувшем году спасли около 18 тысяч человек. Учитывая факт того, что большинство ЧП происходит по вине самого человека, ведомости по-прежнему во главу угла ставят профилактику. «Воспитанием заниматься, профилактикой и пропагандой. Что если нет запаха газа, как показывают сейчас по телевизору, это не значит, что нет утечки. Поэтому проверять газовое оборудование надо, проверять дымоходы надо, чистить дымоходы надо, рассказывать, какие первичные мероприятия надо проводить, если произошло возгорание, вот как там в программе. Надо». Мобильное приложение «Советы спасателя», разработанное и реализованное новосибирскими специалистами МЧС, дает возможность его обладателю ознакомиться с рекомендациями экспертов по многим вопросам. К примеру, что предпринять, если вы собрались на рыбалку, в путешествии или за грибами. А также там есть советы по конкретным действиям при чрезвычайной ситуации и оказанию первой помощи. «Мы учли эти моменты, когда человек попадает в чрезвычайные ситуации, и он один на один остается. Здесь также он может посмотреть, каким образом остановить кровотечение, что сделать, если открытый перелом, закрытый перелом. Все в простой, доступной для населения форме. Не научные изыскания на несколько страниц, а несколько наглядных картинок и текст самый важный, самый главный». Теперь вот на итоговых сборах специалисты-руководители подразделения МЧС поделятся своими наработками, обсудят перспективные направления своей работы и актуальные вопросы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Будем надеяться, что печальный опыт минувшего и начало этого года таких жертв позволят избежать. Эшелон, груженный 30-ю легендарными советскими танками Т-34, прибыл с Дальнего Востока в Новосибирск. Ранее боевые машины стояли на вооружении армии Лаоса. В сибирской столице их встретила наша съемочная группа, которая узнала все о дальнейшей судьбе военной, теперь уже ретро-технике. Все эти танки, прибывшие эшелоном на станцию Новосибирск-Главный, до недавнего времени стояли на вооружении в Лаосской народно-освободительной армии. Корабль с легендарными машинами Т-34 прибыл во Владивосток 9 января, и только сейчас техника добралась до Новосибирска. Это действительно танк нашей великой победы. Символ мужества не только сибиряков, но и всего нашего народа. Это память всем поколениям. И приятно то, что сегодня здесь и юнормейцы, и воспитанники военно-патриотических клубов, и ветераны Великой Отечественной войны, и ветераны военной службы. Встречаем вот этот аккуратный, красивый, памятный эшелон. Действительно, платформы с боевыми машинами, с незачехленными орудиями у перона главного вокзала города смотрелись весьма необычно. Было много гостей, среди которых нам удалось разыскать внучку главного конструктора танка Т-34. Большое всем спасибо за вот такое, к 120-летию Кошкина. Это вообще гордость. Спасибо всем, что вот такое просто подарок. Маме передам, старшей дочери Кошкиной З. Михайловны, привет. Она будет очень рада. Спасибо. Путь до Москвы, куда и направляется военная техника, не близкий. Тем более, что в Минобороны решили это путешествие превратить в патриотическую акцию. Как и в столице Сибири, в крупных городах страны, через которые пройдет путь, эшелон будут встречать с оркестром и торжественными речами. В нашем случае начальник караула, сопровождающего эшелон, получил и вкусный пирог для своего подразделения. Кстати, пришлись и песни военной тематики. А возможным это событие стало благодаря договоренности оборонных ведомств России и Лаоса. Планируется, что танкам Т-34, которых ровно 30, предстоит участвовать в торжественных парадах, сниматься в кино и представляться в качестве музейных экспонатов. В ночь на 19 января тысячи и тысячи россиян приходят к купелям, официально организованным и кустарно прорубленным, чтобы поучаствовать в крещенских купаниях. Как правило, мороз тому помехать для сибиряков не становится. Было бы желание. Наша съемочная группа стала свидетелем обряда освещения воды и первых омовений в Новосибирске. Купаются в крещенских купелях только после наступления полуночи, когда священнослужители по всей стране начинают освещать воду в них. В Новосибирской области только 20 мест для праздничных омовений начали работать с нуля часов, остальные только с утра праздничного дня. Как и здесь, на пожарном причале, в районе Димитровского моста. Церемония освещения по продолжительности получается именно такой, что люди не успевают замерзнуть и выполняются все необходимые элементы этого действия. Традиционное оборудование места купания в Новосибирской области выглядит именно так. Палатки для переодевания и обогрева, тропинки к проруби, заботливо усланные сеном, ПХД с горячим сладким чаем, дежурные полицейские, спасатели и кареты скорой медицинской помощи. Контроль организован, заблаговременно подготовлен расчет сил и средств. Увязались со всеми организаторами, включая в первую очередь глав муниципальных районов, городских округов. Также обращались и организации, и отдельные частные лица. Во всех местах, которые были заявлены к купанию, на сегодняшний день это 47 мест купания, безопасность при купании обеспечена. Безопасность, конечно же, стоит на первом месте. Однако не менее важно, с какими мыслями и намерениями люди погружаются в ледяную воду. Настроение прекрасное, я первый раз в жизни решилась на это. Я тут каждый год, поэтому все нормально, с добрыми намерениями попробовать свои силы еще раз. Да я особо ничего не жду, просто с добрыми мыслями, с хорошим настроением, сегодня решил искупаться в проруби. Чтобы счастье пришло в каждый дом. Верили, любили, ждали, надеялись, и это и сбылось. Чтобы все было хорошо в этом году. Церковь в обряде крещенского купания видит несколько иной смысл и ждет от людей библейского понимания происходящего. А его многим как раз и не хватает, говорят священники. Над чем работать должен каждый в своей жизни, что исправлять, с каким злом внутри себя нужно бороться. И вот мне кажется, что сегодня, в том числе и наша задача, помочь людям понять вот эту самую важную духовную составляющую. Что это не просто обряд какой-то экстремальный, красивый. Но для многих он таким и останется, красивым и экстремальным. Это тоже хорошо, ведь вне зависимости от веры, все люди в момент погружения в освященную воду думают только о хорошем и светлом, что может случиться в их жизни. Один мудрый человек заметил, из всех элементов, которые необходимы для достижения успеха, самый главный это вера. Смотрите программу безопасности на канале НСК 49. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин